20 минут о красоте доброте и положительных эмоциях которые проявляют себя в любую погоду и при любых обстоятельствах это beauty time на 31 всем здравствуйте мы сегодня снова в роскошных интерьерах и меч студии елены ивановой а значит и начать наш выпуск мне бы хотелось с бьюти идеи актуальной на данный момент золотистый загар обязательный атрибут летнего сезона сложившейся ситуации придется получать искусственным путем в качестве идеи можно рассмотреть уникальное изобретение единственную в россии кабину бесконтактного автозагара принцип действия основан на биомагнитном поле что обеспечивает безопасное и равномерное нанесение бронзатора рассказывает спа оператор имидж студии елены ивановой евгения лазуко это уникальная кабина распыление спрея загара производится за 6 секунд машина с помощью мелкодисперсных форсунок распыляет равномерно состав добро пожаловать в уникальную систему распыления загара макияжа дается у сан майка когда вы будете готовы к началу сеанса поставьте ступни ног на специальные металлические пластинки став лицом колонии загара вы услышите шум от воздушного потока непосредственно перед тем как начнется распыление когда начнется распыление непрерывно и медленно поворачивайте корпус тела из стороны в для равномерного распределения спрея загара состав полностью натуральный на основе тростникового сахара при такой системе нанесения автозагара исключается воздействие ультрафиолетом средство наносится на кожу и вступает в реакцию и дает очень красивый оттенок для того чтобы загар держался дольше перед сеансом рекомендуется провести скрабирование капсула фламинго которая создает в ограниченном объеме эффект хамама то есть распариваются верхние слои кожи и за счет того что мы скрабами ухаживаем за кожей снимаем верхний слой эпидермиса у нас загар будет держаться дольше бразильский загар без визы и перелета звучит фантастически но это реально причем всего за 6 секунд а в течение четырех часов после процедуры пигмент взаимодействует с кожей и окончательно схватывается после этого необходимо принять душ и наслаждаться бронзовой кожей кстати загар не оставляет следов на одежде исходит равномерно вы смотрите beauty тайм программу о красивой жизни в которой есть место настоящей роскоши продолжаем выпуск у ценителей ювелирного искусства имя виктора моисейкина вызывает самый настоящий трепет ведь этот ювелирный дом из екатеринбурга известен в разных уголках планеты благодаря изысканным украшением и драгоценным скульптурам именно с них глава дома начинал свой творческий путь путь у меня был наверно такой традиционный то есть начинал с копирования то есть ну что такое копирование не конечно же не прямое копирование то есть пытался вот смотреть то что делали до меня там работы фаберже работа других мастеров серебряного века там скифские украшения то есть просто пытался вот создавать что-то похожее только это лет примерно через 15 работы возникло вот это ощущение что ты можешь что-то сказать свое возникло желание и понимание что вот я владел вот уже вот этим этими словами ты можешь написать свой стих за годы творчества виктор моисейкин не просто сформулировал свой узнаваемый стиль он попал в историю ювелирного искусства благодаря своему уникальному изобретению это инновационная художественная закрепка драгоценного камня которая позволяет ему оставаться подвижным запатентованная идея получила название вальсин бриллиант танцующее сияние ювелирное мастерство это конечно всегда проявление искусства а сегодняшний вечер это знакомство вероятно с наивысшей его точкой с новым взглядом с красивым с новым пониманием хочется смотреть хочется восхищаться и понимаю что моисейкин это наверное новые молодой фаберже ничуть не хуже я видела его эту землянику знаменитую которая сейчас в лондоне у королевы это но просто восхищает и хочется смотреть смотреть после того как удалось приобрести уже себе какие-то изделия из этого ювелирного дома я каждый день прикасаюсь к этому прекрасному и наслаждаюсь той красотой которую дарит нам этот мастер из большой буквы меня очень часто радует когда там проходят какие-то выставки приходят особенно молодые девушки хотя не только молодые девушки очень модно сейчас хоть и стало вот получать образование то есть кто-то получает в гонконге кто-то в лондоне получает образование там европе гемологическое то есть они не собираются быть гемологами не собирается быть дизайнерами но они хотят глубже понимать вот эту сферу то есть просто покупая какие-то украшения девушки женщины хотят лучше в этом разбираться то есть мне это очень радует работы виктора моисейкина украшают коллекции президентов и монархов премьер-министров и деятелей искусств сам же автор сохраняет трогательную скромность как будто не осознавая своей значимости в начале у меня была была растерянность как такие люди они же они могут купить все то есть почему они выбрали мое вот такое вот такое чувство был такой момент когда мы встретились мария помню она внучка правнучка кортье у нас в москве в нашем салоне она так получилось посетила он живет в швейцарии я показываю наши работы и в конце уже такой так с придыханием задаю вопрос простите как вы думаете вот это люкс или не люкс потому что то что мне нравится покупают люди достаточно имеющие огромный выбор творческая встреча в челябинске которая в профессиональных кругах считается большой сенсацией состоялась благодаря любви настоящей искренней любви поклонников ювелирного искусства чем обычно только сердце любовью другого способа нет то есть когда ты видишь что это людям важно когда ты видишь что то что ты делаешь важно когда ты видишь что они могут это донести до тех кто может это оценить конечно ты это ценишь уважаешь и с радостью используешь возможность показать то что ты делаешь для их клиентов чем сложнее продукт тем сложнее его представить то есть для того чтобы представить что то сложное например представить какие то предметы искусства должен в этом разбираться то есть проще продавать и представлять что то более простое поэтому это не так просто и вот мне очень приятно что ирина сергей как раз могут представлять наши работы гости этого вечера в полной мере ощутили эстетическое удовольствие увидеть своими глазами уникальные ювелирные шедевры иметь возможность в живую общаться с их создателем это роскошь настоящая вечная не подвластная никаким обстоятельствам ювелирный бутик частная коллекция представляет уникальные работы ювелирного дома моисейкин шедевры которого украшают коллекции президентов монархов премьер-министров звезд кино и сцены эксклюзивный представитель дома моисейкин в челябинске ювелирный бутик частная коллекция настоящий момент работаем в режиме онлайн телефон плюс семь девятьсот двадцать два семьсот пять восемьдесят восемьдесят пять имидж клуб светлана при поддержке фирменного магазина корейской косметики тонни молли представляют проект модель x правила стиля тенденции моды разбор гардероба эффективный шоппинг грамотный уход за лицом и телом два месяца интенсивных занятий со стилистами и бьюти экспертами и всего 12 участниц запись на онлайн кастинг по телефону двести шестьдесят три пятьдесят семь тридцать семь подробности на сайте светлана семьдесят четыре точка ру для первых в труде и первых в игре для первых свиданий и первых признаний для первых по кудряшкам и первых по волнам для первых на поворотах и первых на виражах мафа первые для первых центр косметологии мэрлин в нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию аппаратное и инъекционное омоложение удаление шрамов и тату выполнение и коррекцию татуажа звоните двести шестьдесят восемь ноль пять ноль семь центр косметологии мэрлин ждем вас на улице свободы 32 приз курант на сайте вселенка точка ру это бьюти тайм и мы продолжаем рассказывать о косметологических инновациях которые облегчают нашу жизнь продлевают молодость и обеспечивают ухоженный внешний вид я передаю слово о моей соведущей и коллеге бьюти блогеру лени бронниковой здравствуйте я елена бронникова и я бьюти эксперт в этой рубрике мы рассказываем о возможностях современной косметологии тема сегодняшнего выпуска коррекция мимических морщин с помощью бутыл токсин данная процедура занимает всего лишь 10 минут вашего времени эффект наступает течение двух недель мимические морщины разглаживаются при этом ваша естественная мимика сохраняется с помощью этой процедуры можно устранить следующие виды морщин межбровная складка продольные морщины лба а также гусиные лапки также можно скорректировать подбородок и платизму мышцы шеи бутыл токсин расслабляет мышцы что позволяет разгладить морщины в области шеи ограничение для данной процедуры достаточно стандартные течение 10 дней не нужно находиться на солнце не ходить в баню не употреблять алкоголь после процедуры рекомендуется находиться в вертикальном положении в течение 3-4 часов то есть не ложиться спать не ложиться в горизонтальное положение не наклоняться на этом все меня зовут елена броникова до новых встреч и помните естественно света хорошо но я за ухоженность вы смотрите beauty time с недавних пор мы коллекционируем положительные эмоции и антикризисные идеи как можно настроить себя для того чтобы пережить сложные времена об этом рассказывают герои нашей рубрики сегодня своим оптимизмом с нами делится руководитель офтальмологической компании общественный деятель и благотворитель анна сердюк я на сегодняшний день стараюсь сохранять как раз таки уверенность в том что через какой-то период времени да там все равно это все закончится и мы продолжим жить абсолютно нормальной жизнью вот эти вот кризисы карантина это просто период возможностей мы сделали дополнительно бесконтактные доставки после каждого вот этого вот после каждой этой поездки мы в обязательном порядке обрабатываем абсолютно все и я не могу сказать что если бы не было вот вот этой вот ситуации да как сейчас чтобы мы когда-то бы вообще додумались до такого и когда-то бы вообще это запустили у меня абсолютно позитивный настрой на вообще все ближайшее будущее которое есть я абсолютно четко понимаю что но наш мир изменился что сейчас все просто будет немножко по-другому и это не первый раз когда приходится просто менять для того чтобы было хорошо комфортно качественно и для того чтобы это все работало благодарностью отношусь ко всем сотрудникам которые все экстренные меры антикризисные меры да которые мы называем которые могут быть и не самыми приятными с точки зрения работы с точки зрения новых обязанностей с точки зрения того что приходится сейчас делать сотрудникам которые которые находятся на различных должностях да они это все воспринимают абсолютно спокойно с полным подчинением, спокойно выполняют. И я всем говорю, мы пробуем и смотрим на результат. Пробуем и смотрим на результат. И все к этой позиции именно так и относятся и действительно пробуют. И результат слава богу положительный. Я не знаю как изменится мода, но она же меняется постоянно, она меняется регулярно и это как раз таки тот процесс который не останавливается. Поэтому я думаю, что тенденции будут добавляться тенденции будут меняться. В очковой моде скорее всего все будет немножко сложнее, потому что там технологичные процессы там есть определенные нюансы формирования моды. Поэтому если говорить об очковой моде, я не думаю, что будут какие-то прям глобальные изменения. Но если они будут, мы их с удовольствием примем и это будет здорово. Когда начинает что-то систематически происходить плохо, нужно начинать просто с себя и подумать, что я делаю не так, если в моей жизни такая ситуация происходит. Все вот именно с этого вдохновения и начинается. То есть если мы будем все акцентироваться на том, что у нас все плохо, все рушится, что никогда ничего хорошего не будет, то вот мы как раз таки вот в эту отрицательную сторону будем идти. Но если мы хоть чуть-чуть будем стараться смотреть и искать что-то позитивное вот в этой вот истории, да, какие-то возможности, конечно, это трудно, конечно, это сложно, это сложно каждому. Просто мир изменился. И поэтому вот я считаю, что с учетом того, что мир меняется, ну и мы должны немножко измениться. И кто сказал, что эти изменения отрицательные? Мы не знаем, что будет через два месяца. И если мы будем настраивать себя на то, что эти изменения должны быть положительными, вот я уверена, что такими они и будут. Это Beauty Time программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Какие бы напасти не преследовали нас, весна изо всех сил старается радовать нас своим теплом. Пробуждается природа и душа требует обновления. Весна это время начинаний. В моем случае это начало занятий спортом. Я поменяла полностью цвет волос. Теперь блондинка. Конечно же, новые наряды это обязательно. Новые туфли. Это самое первое, что приходит в голову каждой девушки. К весне готовлюсь тренировками в первую очередь. И, естественно, процедуры в первую очередь. Мне нравятся скрабы, ванны, крема, маски. Жду всего невозможного, потому что зимой, конечно, настроение ухудшается. Все это пропадает. А весной хочется как раз таки расцвести. Весеннее активное солнце – повод пересмотреть уход за лицом. В последнее время производители все чаще предлагают всесезонные пилинги, которые теперь представлены в том числе и в домашних линейках. Лучше всего весной выбирать мягкие текстуры, пилинги с молочной, гликолевой, лимонной кислотой. Кожу, особенно весной, необходимо увлажнять. То есть уход у нас будет состоять из очищения. Это гели, пенки, муссы. Затем мы сделаем тонизацию. Тоники приветствуются как антиоксидантные, так и по типу кожи, по проблеме. Очищение – пилинг, гаммаж, скраб. Таким образом мы восстанавливаем кожу после долгой затяжной зимы. В обязательном порядке, как советуют косметологи, я рекомендую добавить в свой уход средства со споев-защитой. Не забываем про то, что нужны кремы для того, чтобы поухаживать за кожей, при этом защитить себя не только от лучей группы B, не только от пигментации, но и от лучей группы A. От нашего главного врага – это фотостарение. Уход за кожей вокруг глаз мы по-прежнему доверяем патчам. Именно они лучше всех с этим справляются. Они прекрасно снимают отечность, улучшают микроциркуляцию, увлажняют и напитывают кожу нашего вокруг глаз, которая не имеет сальных желез в себе. Расскажу на примере патча бренда IOMI, корейского производства. Замечательное базовое увлажнение с зеленым чаем и алоэ. Здесь очень большое количество антиоксидантов для того, чтобы предотвратить появление признаков возрастных изменений на коже вокруг глаз. Алоэ прекрасно увлажняет, успокаивает и выравнивает текстуру. Для первых возрастных изменений я рекомендую коллаген и гиалуроновую кислоту. Для того, чтобы стимулировать синтез собственного коллагена и эластина на коже вокруг глаз. Для того, чтобы напитать, для того, чтобы увлажнить кожу и предотвратить появление сухости. И также для возрастных изменений, которые уже есть, которые уже присутствуют, вы их видите, глядя на себя в зеркало с утра, патча с ласточкиным гнездом. Это продукт, который имеет действительно подтягивающие свойства, которые позволяют нам прекрасно поработать с возрастными изменениями. Естественно, это курсовой прием патчей. После патчей в обязательном порядке мы наносим наш обычный крем для кожи вокруг глаз, рисовое зернышко, крем на оба глаза, для того, чтобы запечатать влагу, запечатать все те нужные, важные компоненты, которые передали нам патч. С наступлением нового сезона всегда хочется пересмотреть содержимое косметички. Но для начала стоит узнать у специалистов, как адаптировать тренды сезона под свой индивидуальный образ. Я обязательно просматриваю новинки, продукты, которые появляются на рынке. Меня очень порадовал ассортимент в этом магазине. Очень много классных продуктов для себя открыла и готова творить и вдохновляться. Общий тренд, меня он очень радует на естественность, на нейчерал. Сейчас очень максимально естественные брови, без каких-либо яркой геометрии. Ньют, который никогда не выйдет из моды. Ну и стрелы, мои любимые стрелы, они тоже сегодня уже в тренде. Тенденция вообще, в принципе, зародилась уже очень давно, что все больше стремятся к чему-то такому натуральному и природному. Этот год это абсолютно не исключение. В этом плане я всегда за то, что дала нам природа, это хорошо. Самое главное, чтобы вам отошло. Нет каких-то четких границ в том, что модна графика или модно натуральные брови. Самое главное, чтобы это подходило конкретно человеку, но все-таки больше всего мы стремимся к чему-то легкому, природному и натуральному. Если мы хотим просто сделать свои брови покрасивее, отрастить в каком-то плане, мы скрабируем раз в недельку, не сильно, вот, чуть-чуть, очень мягенько, массажными движениями, конечно же, мажем маслом. Есть специализированные масла. Ухаживать в любом случае нужно, и сейчас это очень распространено, и везде есть продукты, которые могут нам в этом помочь. Весеннее преображение может быть радикальным, с полным обнулением, а может и деликатным, когда в домашнем уходе добавилось один-два продукта, а в макияже буквально один оттенок. Главное, чтобы все эти изменения благотворно влияли не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние. Новые весенне-летние коллекции – это не всегда про обувь и одежду. Этой весной компания МАКФА презентует пилотную детскую серию безглютеновых макаронных изделий. Отличительной чертой детской безглютеновой новинки «Энималс» стали натуральные добавки шпинат и томат, которые приумножают пользу и повышают привлекательность готовых блюд. В детской серии от МАКФА уже есть традиционные макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Веселый алфавит, подводный мир, любимые игрушки. Любой обед или ужин превратится в познавательное и нескучное обучение. Кстати, МАКФИКИ обладают еще одним уникальным свойством. Они хорошо впитывают соус, потому что для изготовления этой серии используется бронзовая матрица, которая придает макарошкам характерную бархатную поверхность. Школа маникюра и педикюра «Лаки» учим грамотно и с душой. Лучших выпускников трудоустраиваем. Онлайн-запись учеников и моделей на сайте lakyschool.ru Еще больше сюжетов обо всем красивом на нашем YouTube-канале. Обратная связь в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, пишите, и мы обязательно ответим. А на этом выпуск совершен. До встречи! Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok